Всем привет! С вами Магомедов Сергей и это еженедельный обзор рынка от компании Life Investing Group. Коротко об индексах, валюте и нефти. Индекс Мосбиржи по итогам недели прибавил 2%. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%. На прошлой неделе цена уходила ниже линии локального восходящего тренда, но в конце торговой недели цену вернули обратно. Фьючерс на пару доллар-рубль все еще демонстрирует нам пилообразное движение. На прошлой неделе за доллар давали от 73456 рублей до 75103 рублей. Бренд снова в росте. В пятницу цена на закрытие составила 69 долларов 64 цента. Давайте посмотрим на лидеров роста и падения рынка. Лидерами роста на этой неделе стали Лукойл, Новотек, Алроса, Татнефть и Сургутнефтегаз. Лукойл за неделю вырос на 11,2%, преодолев уровень 6500 рублей. Цена практически отыграла мартовское падение прошлого года. Новотек после долгих попыток закрепиться выше уровня сопротивления 1481 рубль все-таки смог это сделать на прошлой неделе. Цена акций выросла на 9,5%. Цена акций Алроса вплотную подошла к сильному уровню сопротивления. Рост составил 8,1%. Татнефть, как и многие нефтяники, тоже росла на прошлой неделе, плюс 7,7%. Сургутнефтегаз прибавил 6,9% к рыночной стоимости. В аутсайдерах недели у нас оказались НЛМК, Мэйлру Групп, Норникель, Хэдхантер и Озон. У НЛМК не получилось преодолеть уровень сопротивления и акции компании подешевели на 4,6%. Цена акций Мэйлру пробила уровень поддержки и ушла ниже 1920 рублей. За неделю бумаги подешевели на 5,6%. Акции Норникеля продолжают снижаться. За неделю компания потеряла 6,3% рыночной стоимости. Хэдхантер снижается на 8,3%. Озон ушел ниже зеркального уровня, потеряв 9,9% за прошедшую неделю. Теперь давайте посмотрим на предстоящие события среди компаний. Во вторник МОСЭНЕРГО и Ростелеком объявят свои финансовые результаты. В среду финансовые результаты за 4 квартал и за 2020 год опубликуют Аэрофлот, МРСК Сибири, Банк Санкт-Петербург и Лукойл. Черкизов объявит операционные результаты за 2 месяца, а Алроса опубликует данные по продажам за февраль. Также 10 марта акции Евраз в последний день торгуются с дивидендами. В четверг Лукойл проведет телеконференцию, а Тинькофф опубликует финансовые результаты за 4 квартал. В пятницу свои финансовые показатели за 4 квартал объявит ТГК-1, а Евраз закроет реестр для участия в распределении дивидендов. Теперь перейдем к событиям, которые нас ждут в мире экономики на этой неделе. Во вторник сможем ознакомиться с краткосрочным прогнозом ситуации на рынках энергоносителей. В среду опубликуют базовый индекс потребительских цен и данные по запасам сырой нефти. В четверг нас ждет статистика по еврозоне, в том числе решение по процентной ставке. А также узнаем число первичных заявок на получение пособий по безработице и число открытых вакансий на рынке труда. В пятницу опубликуют индекс цен производителей. Заключение топы за прошедшую неделю. На площадке акций первое место 74 830 рублей, второе место 52 614 рублей и третье место 25 173 рубля. На площадке фьючерсов первое место 157 713 рублей, второе место 111 264 рубля и третье место 72 017 рублей. Напоминаю, что ежедневно вы можете присутствовать на открытых мастер-классах, проводимых на нашем канале в YouTube, а также участвовать в прямых трансляциях в группе Discord. Актуальное расписание трансляций и мастер-классов вы всегда сможете найти на наших страницах в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на нас в Instagram, в группе ВКонтакте и на канале YouTube. Всем пока!